МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Персональный акцент. Сегодня у нас в гостях российский парламентарий, председатель комитета Государственной думы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Здравствуйте! 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 Уважаемые! Сегодня мы с вами встречаемся в такой ситуации, когда Молдова, как, впрочем, и практически, наверное, все страны европейского и общемирового пространства переживают некоторые политические, и, будем говорить, изменения ландшафта политики как в стране, так и на том фоне, что происходит в Европе, в частности, в Америке. Звучают рассуждения о том, что на европейском пространстве запущены некие процессы центробежные или центростремительные по объединению стран бывшего советского содружества или постсоветских стран, то, что сегодня мы называем Содружеством независимых государств. Вот насколько верно это утверждение, и если оно так, то, как вы думаете, что может стать, ну, не знаю, драйвером этого объединения или этого центробежных этих усилий по совместной жизни? Драйвером уже здесь давно, еще с начала распада Советского Союза, и когда действительно центробежные тенденции были очень велики, уже тогда являлись те страны, которые, в общем-то, жили в едином государстве. Мы это прекрасно понимали, но, может быть, лет 8-10 тех 90-х годов по 2000-е годы этого мало что делали для того, чтобы назад все вернуть. А сегодня, ну, назад вернуть в смысле экономики, конечно же, в смысле того, чтобы можно было вернуть кооперацию, чтобы можно было производить двигатель там, автомобиль здесь, собирать, все, что было у нас с той же Украиной рядом, КБ Южная делала прекрасные ракеты, и до последнего времени все это так или иначе поддерживалось, а потом начало, вот еще раз говорю, с 2000-х годов объединяться вот такие организации, как СНГ, потом Таможенный Союз, а потом вот и Евразийское экономическое пространство, где куда с большим удовольствием уже поехали страны и начали подаваться заявки даже от таких далеких стран, как Вьетнам. Они сегодня, кстати говоря, так же, как, скажем, Молдова подписала Евроассоциацию, так же подписала такую же Евразийскую ассоциацию с нами Вьетнам. Где Вьетнам? Много-много километров отсюда. Однако проблемы те же самые. Они хотят больше продавать, мы хотим больше покупать и тоже продавать свои продукции на разные рынки. Некоторые рынки закрыты, такие как Европа. И, собственно говоря, из-за этого и разлад-то весь происходит. Некоторые хотят его захватить, этот рынок, незаконно и политическими негожими методами, как это было по отношению к странам восточного партнерства. Так же, как СНГ пытались объединиться, так же было создано восточное партнерство, так называемое, куда ходили несколько стран, шесть, по-моему, которых Европа хотела, как вы говорите, забрать и адаптировать к себе Украину, Молдову, Беларусь, которая сразу отказалась, Азербайджан, Армения, которые тоже сразу отказались от такого сотрудничества, в кавычках, с Европой. Вот остались там Грузия, Молдова и Украина. И к тому же политически еще, почему говорю негожими методами, еще и Европа обусловила это определенными военно-политическими блоками или нахождением в них, что не могло, конечно, устроить граждан, проживающих на территории тысячелетней культурной общности, и языковой в том числе. И как результат этих действий Европы последовали территориальные вопросы и споры. И вот ничего другого здесь не прибавить, не убавить, потому что, как только я вспоминаю слова Клинтон, когда она была госсекретарем США, она сказала, а мы тогда налаживали вот таможенный союз и Евразийский экономический союз. И она сказала, мы не дадим вам, России, построить Советский союз. Они полагали, что вот это идет строительство такое, такое или возвращение к той самой империи. Причем в отношении себя они это не полагают. Не Америка, там, когда выстраивают те или иные экономические, там, в Латинской Америке, скажем, экономический союз. Или Европа та же. Так вот Европа, как бы, тоже пошла по этому пути, имея за спиной такого заступника. И оно не особо, так сказать, церемонилось тут, в том числе и со странами входящими, не входящими, или ассоциированными, или не ассоциированными. Ну, не давало вести, по сути говоря, переговоры. Вот, скажем, возьмем ту же Молдову. 30 с лишним процентов, там, 35, кто говорит, 37 процентов потеряла экономика за счет вхождения в Евростацию. Ничего особенного там еще пока не приобретя, кроме ВИСМ, ну, разве что только можно сказать. А весь рынок российский должен, обязан был закрыться. Ну, не только российский. Там Беларусь, Казахстан, Киргизия. И, потому что мы же не можем, чтобы у нас был продуваемый всеми ветрами. Для того-то экономический союз... Риск респоза посредством Молдова. И, конечно, то, что у вас последние дни произошло, последние недели, месяцы, в стране, где победил президент, там стал тот человек, который осознает эти реалии, он их просто осознает. Кстати говоря, те же проценты примерно сегодня в Украине по падению собственного рынка. И ничего, ну, там 0,8 оттуда с Запада. Потому что, ну, ясно, что Запад привезет свои помидоры-огурцы сюда и завалит, как всю Европу, вон, той же Голландии, я год работал. Ничего там голландцы сами не выращивают. Все им везут из Португалии, из Испании, из Италии. И в этом смысле они будут субсидировать экономику. Там больше, здесь меньше. Что-то подкидывать, так, для того, чтобы совсем-то Молдавия не отскочила, что называется. Ну, слава богу, здесь нашлись такие политики, реальные политики, которые поняли, что это ведет просто в никуда. Страну под названием Молдова. Почему никуда? Потому что они посмотрели и этот опыт, и этот опыт, и тот, в каком станции они. Прибалтика находится, в каком Западной Европе. Будет ли кто-то делать подарки. Отчасти, кстати говоря, это произошло и в стране, которая долго находится уже в Евросоюзе, в Болгарии, которая шла, президент шел тоже примерно под такими же знаменами, что он будет все делать для того, чтобы отказаться от санкции и присоединиться со временем к каким-то экономическим отношениям с Евразийским экономическим союзом. Вот, собственно говоря, те тенденции. А еще плюс к тому, дядя Сэм захворал, избрали президента нового, который не спешит, по крайней мере, европейцев тащить в это болото санкции и дальнейшее преследование там, в том числе на евразийском экономическом пространстве или России. По крайней мере, это точно заявлено было им. Отменит, не отменит он свои санкции, это вопрос десятый, но то, что они активно стояли за спиной Европы и всячески содействовали тому, чтобы те сворачивали с нами отношения и в то же время устроили вот этот шабаш на Украине, на Майдане. И мы-то тоже это все понимали прекрасно. Поэтому мы понимаем, что и сейчас эти попытки там из-за спины их к этому подвигать, они или прекратят совсем или будут гораздо меньше. Вы знаете, позитив от происходящего, он как бы обязывает нас еще и настраиваться на то, что необходимо, засучив рукава, продвигаться в этом направлении, потому что разобрать завалы предстоит большие и в взаимоотношениях между Молдовой и Россией, в частности, и в том, что касается экономических связей. И понятно, что сегодня в политике, наверное, должен быть на, так сказать, на первом плане именно должна встать экономика, потому что она тогда продиктует в данном случае выживаемость нашей республики. А соответственно, мы понимаем, что рынок это восточные страны, страны СНГ. И в этом направлении, ну, как бы молдавский народ уже сделал главную. Сбрал руководителя страны, который разгласил свои главные идеи внешней политики, это разворот экономики на восток. Но в то же время, трезво разбирая ситуацию, понимаем, что совершить это в одночасье невозможно. На ваш взгляд, с чего, в первую очередь, необходимо было начать по сближению таких экономических составляющих наших взаимоотношений? – Я думаю, что президентом у вас стал очень умный и достаточно в то же время политически далеко смотрящий человек. Игорь Николаевич Задон, я с ним только что встречался, он очень правильно оценил то, что было произнесено им в речах, именно не как популистские такие настроенные лозунги, а как реально выполнимые модели для того, чтобы их реализовывать с Россией. Россия – это тоже выгодно, на самом деле. В России всегда было выгодно, чтобы рядом с собой соседи, которые входили бы с тобой то ли в Единый Союз, допустим, если это говорится о Содрожнице независимых государств. Мы вспоминали саммит, который был здесь в Молдове давно-давно, когда еще российскому президенту здесь исполнилось в Кишине его 50 лет. Так вот, то ли это евразийское экономическое пространство, где действительно помидоры, мандарины, ханты-мансийск, оттуда нефть и какие-то сырьевые ресурсы. Может быть, это сказано слишком грубо, но жизнь именно так и устроена. Потому что что ты можешь производить, или что ты сегодня имеешь. И не ценить этого только недальновидный человек не может. Поэтому Игорь Николаевич сказал, да, я вижу, что мы на этом пути очень много потеряли, когда начали крен в другую сторону. Это не значит, что он совсем откажется от сотрудничества. Глупо же, вы же находитесь между страной Евросоюза и Украиной России. И здесь понятно, что придется, вы правильно сказали, сложно все это, очень непросто в политическом смысле. Но акценты сделаны правильные, выбраны правильные. То есть нужно вернуться в ту парадигму экономических отношений, которые приносят населению Молдовы прибыль и средства к существованию. Просто простому человеку приносят средства к существованию. Касается ли это выращивание продукции, ее продажи, вина и разного рода продукции сельхозного значения. Или касается ли это работы сегодняшних молдаван, которые ездили, привыкли получать там работу на Востоке. И для этого нужно предпринять определенные меры, которые президент Дадон уже предпринял. В ходе визита он же не просто, он же не прятался и не говорил там, что знаете, обо всем только не об этих проблемах. Он как раз сказал и о налаживании отношений, и задействовании промышленного потенциала, который еще есть, плохо ли он или хорош в Молдове, и о возможной амнестии для ряда мигрантов, которые за незначительные проступки были там внесены в какие-то списки. И о вопросах культуры, образования и об этих вопросах тоже были конкретные совершенно разговоры, которые будут положены в основу в том числе и вот таких тесных взаимоотношений с Россией, если, например, завтра осуществится какое-то подписание еще и экономического соглашения, например, с Евразийским экономическим союзом. Может быть на трехсторонней основе, чего никто не исключает там, ведь понимаете, как произошло, Европа видела же, они же не дураки, они же тоже экономисты все, они же видели, что больше третьей продукции завязано на Россию. И они прекрасно понимали, что эта продукция им не нужна, что она не пойдет в Европу. Но можно было провести хотя бы на уровне переговоров, когда речь шла о Евроассоциации, трехсторонние переговоры, чтобы не навредить ни стране Молдове, не навредить ни себе и не навредить там России или Украине. Но ведь на это они пошли, они же категорически, мы же это предлагали и по Украине сделать, и по Молдове. Нет, сказали они, это будем решать только мы. Кто это мы? Это те, кто тому же Ренуковичу говорил, мы министры иностранных дел стран Европы, мы гарантируем твой безопасность. На следующий день он вынужден был прятаться там в кустах бегать. Вот и здесь так же. Говорили, это не ваше дело, мы решим с президентом и с правительством Молдовы, а что там Россия, нас это не волнует. А это Россия напрямую касается, это Молдова напрямую касается. Потому что, ну ладно, Россия найдет во Вьетнаме там эти помидоры с огурцами. А куда Молдове деть это все? Вот и оказалось, что некуда девать. Все эти посулы были, ну что теперь, из-за вис будем так вот терпеть все это и ходить нищими? Нет, конечно. Конечно, Молдоване прекрасно образованная нация еще в советские времена была. И, конечно, они поняли это, что надо немедленно, вот немедленно бегом преодолевать эти проблемы. Я о них вам сказал. Они были поставлены перед президентом России. Президент России сказал об этих предложениях, что они нуждаются в непременном выполнении. Вот как быстро они будут выполнены, тоже вопрос, в том числе и определенных политических реалий и возможностей, которые не сразу могут быть выполнены. Понимаю. Во время визита своего в столицу Российской Федерации я, наблюдая за тем, как проходили эти встречи, и на пресс-конференции Путина и Додона отметил для себя тот шаг со стороны российского президента, который, озвучиваю так, прозвучала оценка визита Игоря Додона в Приднестровье. Назвал его это мужественным шагом молдавского политика. Вот ваше видение. Ведь Приднестровье за эти четверть века, ну, знаете, стало и разменной монетой, и в то же время, ну, знаете, болью государству. Потому что мы живем, где юры в одних границах, где факты совершенно в других. И там, на левой стороне Днестра и на правой бережью вырастает поколение людей, которые считают, что они живут вообще в разных странах. И это я обратил внимание даже на пресс-конференции нашего президента. Ни одного вопроса на тему Приднестровья, ну, молдавских журналистов не интересует. Вы знаете, правильно сказали, де юра и де факто. Но вот если молдавский президент Игорь Додон понимал, что это так и де юра, и де факто, то он первым делом, в отличие от лидера рядом со стороны под названием Украина, когда он тоже обещал, я стану президентом, я первым делом прекращу войну, объявлю перемирие. Вместо этого он объявил войну. И вот я приводил в этом смысле пример другого президента. В Баку в начале 90-х годов Алиев, член политбюро, еще СССР позднего. Значит, он его по улицам, мне вот рассказывали, в Баку один политик. В Баку ходили бандиты, вооруженные до зубов. Выйти было тяжело на улицу. И без риска быть ограбленным. А он находился тогда в Нахичеване. Значит, его, по сути, Россия тоже так неласково с ним обошлась тогда в свое время. Он вместе с сыном уехал. И вот его народ азербайджанский избрал. Очень тяжелая ситуация была. Там огромные вооруженные группировки были. Там Гусейнова, помнишь ли. И он сказал, я прекращу войну сразу же, как стану президентом. Я сделаю все для этого. Потому что мы граждане одного государства. Когда его избрали президентом, он поехал к этому Гусейну. Ему говорили, ну зачем ты едешь? Он же террорист. А ты президент. Он говорит, ну вот тем не менее, это моя страна, граждане, которые в одном государстве жили и будут, надеюсь, жить. Поехал, договорился, какими там силами он это сделал. Разоружил со временем эту группировку. Дело в чем. Что касается территориальных вопросов, которые тем более таким застарелыми являются, как Приднестровье. По-другому решить вопрос нельзя. От де-юра до де-факто дорога, но ее может осилить правильно только идущий. А не тот, кто даже вопросы задавать не хочет. Вот элита сегодня не хочет задавать вопрос. Вместо того, чтобы действительно подумать, а кому нужны две страны, которые живут между. Она же никуда и никому не нужна. Даже и в экономическом плане, и в юридическом плане надо друг о друге заботиться, надо находить какие-то основы для того, чтобы в экономике прорывы какие-то, дальше в культуре. Все это никуда не ушло далеко. Да, поколение новых людей за эти 20 с лишним лет выросло. Но, еще раз говорю, если этим будут заниматься президенты, как это сделал Дадон. Вот он поехал, он предложил, он сразу же не только завоевал у людей какое-то, я бы зауважал, даже если бы его не знал раньше. Потому что человек не боится ехать поднимать. Очень тяжелые вопросы, которые он понимает, что в одночасье их не поднимешь. Дальше я сегодня с ним говорил, он говорил о шахматном турнире, который можно было бы провести. С участием Олега Бережневича. Да, с участием Икерсана и Олега Бережнева. Почему нет? Это же все, что только сближает. Разъединять мы за эти 20 лет научились на многих направлениях. Это те же самые центра стремительной силы, которые только национальных взаимоотношений, культурных. Ваша оценка такого события, которое тоже произошло в Москве, идея или предложение Игоря Николаевича Дадона о подписании дорожной карты или меморандума с Евразийской экономической комиссией. Насколько этот документ может оказать влияние на увеличение экспортного потенциала Молдовы в сторону Российской Федерации? Я убедился, что президент Путин настроен крайне доброжелательно и к Дадону, и к Молдове в целом. И сказал о том, чтобы сделать все специалистам, подготовить, в том числе тот документ, о котором вы сейчас сказали, для того, чтобы он служил именно этим целям. В противном случае он не нужен, этот протокол. Если он не помогает Молдове и России, в этом плане он, конечно, тогда не нужен. Но я увидел, и президент одной страны Дадон, и президент другой сказали да. Поэтому, исходя из того, что я к обоим из них отношусь с большим уважением и видел, что у них слова не расходятся с делом, то я надеюсь, что этот протокол или меморандум, как его назовешь, заработает. Заработает, если только Европа не будет сильно палки в колеса вставлять. И вот этот визит Игоря Николаевича Дадона, который он наметил в ближайшие дни в Европу, он тоже будет о многом говорить, показывать. Потому что еврочиновники, они такие ребята довольно-таки цепкие, убедившиеся, убедившие многих политиков в их цепкости. Иногда даже не только цепкие, но и недобросовестные, а иногда и агрессивные бывают. Так что поглядим, насколько удастся нам преодолеть все вот эти препоны. Потому что препон-то на самом деле много, потому что если евроассоциацию совместить как-то с евразийской интеграцией, это одно. А если там придется где-то вообще по-живому резать, это другое. Это больнее всегда. Так же, как вы сейчас потеряли 35-37% российского рынка. Люди потеряли... Практически в одночасье, если уж. Да, в одночасье. Конечно, это же больно кому-то, конкретным людям. Так же и там сейчас чего-то там налаживается, где-то что-то там делается. Конечно, не хочется сразу все там рубить и опять в чисто поле. Тоже не очень хорошо. Поэтому я понимаю всех, кто сейчас трудится над этим, в том числе меморандумом. И тоже мы сегодня говорили об этом с Игорем Николаевичем Дануном. Если он состоится в ближайшее время, как он рассчитывает, то нас уже пригласил туда на подписание этого меморандума. Вы возглавляете комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников. Наверняка вы бываете практически во всех странах СНГ. Уровень кооперации, уровень взаимоотношений в тех или иных странах насколько сопоставим и насколько разница? Он сопоставим, прежде всего был у крупных развитых промышленных регионов, таких как Украина, Беларусь, Казахстан, Россия. Конечно, он в промышленном плане был с ними сопоставим и очень сильно скооперирован, исходя из советских связей. Из того, где строили одни заводы, где руду перерабатывали, где авиационный двигатель, а где сам фюзеляж делался. Исходя из этого, он и формировался, этот каркас СНГ. Потом начали формироваться какие-то новые связи. Что же касается у сельскохозяйственных регионов, таких как Молдова, здесь немного другие показатели в абсолютном выражении. Но если их соизмерять на людей, на сколько там проживают людей в республике, в стране, то это тоже сопоставимая цифра. Потому что все-таки почти 50 миллионов на Украине и 145-147 сейчас уже в России, конечно, они определяют и в том числе потоки товарные и промышленности, и сколько надо поесть и попить этим людям и так далее. И вот исходя из этого, я вам скажу, что до сих пор кооперация очень большая у нас с Белоруссией, конечно. Была до недавних времен с Украины, просто огромная была, вот я говорю, где-то тоже 37, почти 39%. С Казахстаном у нас большая кооперация. Киргизия подтянулась, но с ними в меньшей степени этих взаимных связей, кооперацией. Но при этом там же не только речь идет о, собственно, товарных обменах, но и речь идет о обменах результатами труда. То есть ты можешь работать, учиться, обслуживаться в больницах и так далее, там уже идут другие изменения и все время разные законы, которые корректируют эту область. И в данной ситуации я вижу, что кооперация как раз все больше и больше налаживается, и институты начинают все больше и больше работать над этим в количественном плане. Но хотелось бы, чтобы это, вот мы провели парламентские слушания, посвященные 25-летию СНГ, мы увидели у многих людей неудовлетворенность. С недостаточной уровень, как раз. Недостаточная эффективность, недостаточно быстрые проблемы решаются путем принятия законов или стандартов определенных в той же Евразийской комиссии. То есть это есть. Очень вопросы с отечественниками, с гражданством, с переселенцами, все это требует еще дальнейшей эффективной работы от разного рода институтов. Вот знаете, я сюда привожу пример, когда над нами нависли санкции. Когда фашист шел вот здесь, по европейской части тогда СССР, нам понадобилось срочно Сталину тогда с руководством перевезти несколько тысяч заводов отсюда. И вот как это, у меня в голове до сих пор никак не укладывается. Как я вижу у себя в Сызране, например, в Самарской области стоит огромный завод. Сызран, тяжмаш так и называется, тяжелое машиностроение. И таких заводов было тысячи. Вот их умудрились перевезти за месяцы отсюда. В чистое поле поставить, настроить. И они начали работать уже через несколько недель на новом месте, где не было еще толком электричества под них. А что нам сейчас мешает также проводить такую же серьезную, быструю перегруппировку, регистрировку промышленности? Вот я себе задаю вопрос. Конечно, прежде всего, наша собственная неповоротливость и зависимость внешних, в том числе, рынков. Но это не станет ли я таким самоизоляционным процессом? Мир тем, в общем-то, и богат взаимодействием и взаимосвязи. Ну, если бы мы мечтали о изоляции, мы бы, конечно, не создавали евразийского экономического пространства или таможенного союза. Ну, так бы замкнулись в своих границах, сидели бы. И верно, точно бы нам там... Но мы не самая плохая страна, тем более еще и к тому же сидящая, и которой повезло с углеводородами. Понимаешь? Но мы же понимаем, что если промышленность развивать, если экономику, если сельское хозяйство, то в изоляции ничего не получится. Ничего не получится. Можно качать нефть, продавать на Запад. Ну, а дальше? Что дальше? Вот все эти годы, зрело, эти решения, эти решения, наконец-то, начинают воплощаться в жизнь. Ну, вот вопрос такой подзонове с нашей своими встречи. Во время, опять же, московского визита Игоря Николаевича Дадона, одна из последних встреч – встреча с диаспорой. И там было озвучено такое предложение по аналогии с тем, как Россия создает в столицах стран независимые государства, допустим, центры науки и культуры. Было предложено создать нечто подобное, что-то со стороны Молдовы. Допустим, центр культуры, молдавской культуры в Российской Федерации. Но вот, мне кажется, наверное, наши страны могли бы найти точки соприкосновения в создании подобных связей. Конечно. Вот как раз, что касается отечественников, я уже сказал вам о том, что здесь еще очень-очень много надо нам работать друг с другом. И вот центры так называемой науки, культуры, техники, где человек молдаванин может прийти, позаниматься, что-то сделать, освоить своему ребенку, дать возможность освоить, если он там живет, молдавский язык, почитать книги какие-то, и так далее, и так далее. Конечно, это надо делать. Мы же создали таких уже под 70 в разных странах мира, Россия. Это один путь. Там потом сразу идет другой путь. Надо учителей туда, русского языка, учебники. Это все, конечно, требует затрат. Но это настолько, вот та самая мягкая сила, о которой говорят. Взаимопроникновение культур, языков. Когда человек говорит на одном с тобой языке, он тебя понимает, он никогда совсем подло с тобой не поступит. Почему так же британская нация гоняется за тем, чтобы обучать английскому языку? Ну, а мы-то почему должны терять общий язык, которым владели? Просто вот нам было дано в силу того, что мы были странами, тогда входящими в одну страну. Ну, потерять-то этого не надо. Никто же не говорит о том, что мы, помогая тем самым соотечественникам, вы помогая своим соотечественникам, которые проживают их там по одним подсчетам, кто говорит 500, кто говорит 700 тысяч, кто говорит до миллиона. И так очень много с других стран. Конечно, должны поддерживать своих соотечественников. А Россия должна всячески способствовать этому процессу. И я, как председатель комитета по делам СНГ, и соотечественникам, и евразийской интеграции, всячески буду оказывать в этом моим молдавским товарищам друзья. Мои молдавские товарищи мне известны хорошо здесь. В начале нулевых я обратил внимание на то, что бизнес-среда, особенно Европы, обрела в лице Молдовы, но некий, будем говорить, такой момент. То есть использовалось многоязычие граждан республики, знание как минимум двух языков, молдавского и русского. Для них это было, не знаю, таким открытием. И я вспомнил и фразу Карла Маркса о том, что сколько знаешь языков, столько раз ты человек. И вот, видимо, умение мыслить на нескольких языках дает возможность, не знаю, открывать мир для себя гораздо шире. Да, верно. Совершенно правильное замечание. И хорошего вы автора вспомнили под занавес вашей передачи. Спасибо вам за эту встречу. Надеюсь, зрителям тоже было интересно познакомиться с очередным гостем нашей страны. И будем следить за тем, как будут развиваться взаимоотношения между Молдовой и Российской Федерацией. И пожелаем им успеха. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был председатель комитета Государственной думы по делам Содружества независимых государств и евразийской интеграции и связи с соотечественником Леонид Калашников. Следите за эфирами. Будет интересно. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»